В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники дорожного хозяйства. До 2024 года в Карачаево-Черкесии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» будет приведено в нормативное техническое состояние около 140 километров автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Продолжается реконструкция дороги федерального значения. В преддверии Дня дорожника наша съемочная группа отправилась на один из участков федеральной трассы возле поселка Иркин-Шахар, где в эти дни кипит работа. Репортаж Альбины Ламковой. Вся дорожная инфраструктура на глазах автомобилистов и пешеходов из года в год меняется к лучшему. И все это благодаря опыту и мастерству дорожных работников. В этой отрасли задействовано около 75 миллионов человек по всей России. Владимир Пыжов из соседнего края, Краснодарского. Дорожному хозяйству он посвятил 40 лет. После окончания Кубанского политехнического института успел отремонтировать более 300 километров дорожного полотна. Рабочие поездки для Владимира Петровича – дело привычное. Но как бы далеко не находился он от дома, всегда думает о детях и особенно о внуках. Они понимают, что дедушка делает, старается для них и для всех таких же внучаток, как у меня. Задача наша – оставлять что-то хорошее после себя. Мы выбрали эту профессию, чтобы строить. Поэтому строим, стараемся, чтобы она оставалась у людей теплая, добрая слова. У дорожников трудовые будни начинаются, как говорится, ни свет ни заря. 12-часовой рабочий день. Работа сложная и посмейная. Сдав вахту и набравшись сил, вновь приступаешь к любимому делу. Дорога словно лента жизни. И тоже хочется видеть ее бесконечной и красивой. А для этого нужно приложить немало сил. Бывает и в знойные летние дни, когда градус превышает норму, ремонт ведется ночью, признаются дорожники. Для того, чтобы выполнять всю нашу работу качественно и в срок, мы выходим тогда, когда это нужно на работу. Мы не смотрим на погоду, мы не смотрим на все. Если какое-то ЧП происходит на участке, нас не остановить. Мы всегда выполняем свою работу. Артем Захарьянц не так давно занимается ремонтом дорог. В 2015 году начинал инженером-геодезистом. За его плечами уже 70 километров дорожного полотна отремонтировано. И это, конечно, не предел. На этом участке днем и ночью работы кипят. Дорожники должны успеть сдать объект в срок. А иначе нельзя. Пунктуальность, качество и гарантия выполненных работ – залог успеха. Еще есть одно очень важное условие для повышения прочности и долговечности полотна. Это новые технологии дорожного строительства. Они предусматривают применение специальных материалов. На объекте проводимых работ предусмотрена вся необходимая техника. Соблюдаются все меры безопасности. Выставляются предупредительные знаки, что ведется ремонт дорожного полотна. Сплоченный дружный коллектив в любую погоду трудится для того, чтобы дорога была комфортной. Для того, чтобы получить максимальное качество, ровность дорог, мы применяем все силы, которые только имеются в нашей возможности. Все современные технологии новшества, то есть адаптивная система 3D. И просто человеческий фактор исключается абсолютно для того, чтобы сделать максимально ровные дороги. Людей этой сложной, но необходимой профессии объединяет одно – безопасность участников дорожного движения. Александр Васильев большую часть своей жизни находится за рулем. И он уже оценил отрезок от ремонтированной дороги. Ребята открыли уже примерно 2 километра, наверное, дороги. Там идеальное покрытие, просто мне очень нравится. Еду, кайфую даже, можно сказать, улыбаюсь. Вообще и для машины прекрасно, и нам, водителям, это тоже очень хорошо, так скажем. У дорожников выходные и праздник. Что вы можете пожелать? Ой, желаю успеха вообще во всех начинаниях, чтобы все дороги строились. И вообще, удачи по жизни всем и каждому дорожнику. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, 200, Карачаево, Черкесия.